я друзья мои даже не знаю откуда снимать вот это вот этот гигантизм это чудовищные руины потому что это все просто падала в отвалилась и изничтожалась и уходила кстати еще туда и так приближая что просто показать имитации деревянного сруба до 1 1 часть вот нижняя часть вот это либре вот они делали вот они вот это их часть а дальше шла у нас легкие то есть две мощных цивилизации которые создавали но это это нечто это восхитительно просто смотрите как какая красота она и здесь какая красота вы видите это это огромные блоки огромные блоки на огромной высоте сейчас это поймете вот они вот они все это потом было заложено потому что дворцы превращали в крепости а тогда эта красота она кстати вот тут повсюду в ничто превращенная цистерны там написаны к цистернам схожу ладно потом тут не падает аренский цистерна уже понятное дело я вам почему машу рукой на то что вы видите там какие постройки мы видим мы можем сравнить вот постройку ну что это понятно и пиво и я его из того что было а потом где что было там и жила и вот это и вот это и вот это да я впечатлен потому что приходится снимать вот так вот снизу здесь наклон очень сильный именно я не знаю насколько вам виден масштаб вы чтобы понимали два блока это уже больше метра три блока это в общем почти до н же еще внизу три блока это два метра чтобы вы могли соотнести посчитать вот цивилизации либре одна цивилизация гигантов которая сотворила удивительные подземные помещения просто огромные арочные своды сохранить сотворила цивилизации либре вот тут как опять как козлик прыгаю шла такие необычные формы основание это дворец до определенных моментов он шоу потом был разрушен дальше селевкиды доделывают точно также мощное гигантическое достраивают столько же и так мы движемся с вами я там все выйду ну понятно что куда-нибудь выйду по вот этой вот разгромленной части вот реально разгромленный посмотрите тут в ничто просто в как камни перемолотые я говорил от мелкая керамика вот и ну какой-то круг блоки встречаются плиты ничтожно маленькие окна в этих не деревянных избушках реально маленькие окошки здесь мне хотелось бы мне залезть вот здесь если смотрю потому что после я хотел еще посмотреть тот дворец той стороны нет ладно обойдем с вами вот здесь заодно и посмотрим как это проходило потому что двери были двери засыпали античные удивительные удивительное место либре мы должны понимать что если как что не если а когда здесь откопают то это дверца вот этого дверца это сейчас она дверца моего роста а потом она окажется эта дверца у нас метра четыре глубиной здесь судя потому что там судя потому что галерея выходит здесь еще метров 8 не откопано и общая высота в таком случае у нас так три два четыре шесть ой четыре до шесть восемь десять двенадцать пятнадцать это сейчас она здесь у нас с нижней точки если я буду смотреть 15 метров плюс 8 ну все это в общем будет приближаться к 30 метрам а что такое 30 метров скольки этажный дом да помножьте на три десяти этажка вы можете представить десяти этажку можете я могу представить десяти этажку мы сейчас находимся к античной десяти этажки в которой почти нет окон в которой почти нет дверей если есть двери то это гигантические двери для владельцев для владык и маленькие двери для простых людей керамики почти не встретишь ничтожные просто какие-то осколки то есть настолько мало этой керамики что я даже не берусь судить об этом вот вот закончилась цивилизация либо примерно здесь до плиты еще скаются уже вырезали это уже явно вырезали метр больше метра до где-то метр двадцать с толщиной эти блоки вырезали их и туда уходит галерея этого дворца уже я думаю что селевкиды которые достраивали здесь этот двор в общем наследие наследие либре либре удивляет либре город назывался изначальный который здесь был потом пришлись вот они пришли вот на вот эти уже руины разрушение гибель цивилизации возможно она связана не только с гибелью македонского возможно это только символическое значение произошла какая-то катастрофическая вещь вот керамика небольшой кусок есть но лишь небольшой почти ничего не встречается из керамики подземные сооружения у нас уходят вот сюда они хорошо видны блоки вы тоже видите насколько они огромны пойдемте дальше там есть еще дворцы но но вы поняли вы поняли пойдемте первый раз тип архитектуры встречая и чистая архитектура запредельного гагантизма вот опять например у нас арка о так это галереи продолжались но я так и сказал что она просто засыпана вы поняли да я его быстро так ушел может вы не поняли вот там идет арка галереи продолжает сейчас может быть сверху удастся снять ее здесь все занесено до тех самых галерей здесь уже безбожно заросло те же 8 метров глубины сейчас 8 метров глубины здесь есть подземные галереи у нас в либре вселивки вот там не и я в мыльник спускались а вот да ухты за одной галереей подземной шла другая галерея подземная потому что вот например куда они были соединены а вот идет одна галерея вот так вот я думаю что они вообще шли у нас изначально по периметру потом все это засыпало ну вот она вот она шла вот она шло здесь было здесь по крайней мере было помещение для галереи вот такое так и забраться туда мы с вами сможем да по типу помещение галерейное давайте посмотрим хотя бы так где лучше макс заметался а ну вот уже доделки хотя сниму сразу вот они античные доделки переделки видите бог да уже брали уже поздние варианты перестройки тут кажется тут глубина 8 метров на самом деле этот потолок тоже уже заделанный засыпало все катастрофой вот здесь видна катастрофы и керамика вот тут все видно а туда они уходят античные галереи туда уходят и сюда уходят никто не копает подземные сооружения ну и потому что мы не знаем реально не знаем что мы там найдем здесь вот соорудили стены уже на растворе да видно что раствор уже добавлен вот вниз извините закашлялся вниз поставили портики здесь крышу соорудили но забыли одну пустяковую вещь видно да вот они арка огромная ворота вратах вот они уходили двигаясь вот так вот так с противоположной стороны у галереи точно также шло то есть вот это поздние застройки застроили их сверху вот эта часть видимо от создателей осталась крупная потом двери уменьшали наверное доделывали очень впечатляет меня очень впечатляет хочется туда спуститься но надо думать как туда спуститься ну принцип ладно галереи мы понимаем не буду я друзья туда спускаться я надеюсь когда-нибудь в античной экспедиции мы все вместе выберемся и тогда уже мы с вами везде полазим а пока я только вам открываю открываете диковинки либре селевкия вот я сейчас не знаю на меня еще не видно а теперь уже вот наверное а теперь уже вот наверное друзья мои видно вот он я здесь нахожусь чтобы вы понимали великолепный дворец огромные арки вот эти арки они уходят дублируются дальше туда идут дублируются внизу туда арки уходят просто реально восемь десять метров глубины восемь сейчас а это добавляете сразу два три пять метров 10 метров очка здание которым мы сейчас с вами находимся она у нас здесь один я и птички и все древнее наследие вместе с нами так вот здание в котором я сейчас нахожусь это такой дворец реально дворец вот тут вот стоит огромная полуколонна которая же сама по себе часть несущей конструкции здесь блоки без растворные вот так вот они соедены соединялись вот видно как эти блоки соединяли дальше шли тут у божества не кар не красиво я говорю что это убожество тут лепили из того что было здесь занесено катастрофы маленькое окошко вверху маленькое окошко внизу я вас уверяю там в глубоко находится дверь вы видите с той стороны у вас вот там вот находится арки я сейчас туда пройду и вам это покажу о чем идет речь то есть огромное бесконечное сооружение я сейчас ему сейчас она у нас примерно 15-17 метров добавляете 8-10 то есть оно приближается к 30 метров вот я сейчас туда пройду посмотрю и точнее вам покажу вот извините здесь где я стою вот одна арка там уходит туда другая арка третья арка вниз соединяет тоже проход арки их уже закладывали потому что город превращали город гигантов 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 превращали в крепость ну вот я спускаюсь аж замер так вот смотрите внимательно вот она колонна про которую я вам толковал там дальше идет арка я не знаю видно вам или нет эту арку вот она колонна к ней вот совершенно вот она в базе на базе стоит совершенно не подлезть здесь внизу уже такая укрепленная забутовка постарались древние реставраторы как хочет сохранить видимо или укрепить просто не то что тут кто-то вот блоки идут а дальше не пойми что арки у нас идут во все стороны малюсенькое дверце то есть малюсенькое окно реально окно думаю что единственное что могли конечно потом блоки выпиливать но в целом создается ощущение что как раз вот блок взят он более длинный чем все остальные вот этот вот блок здесь у нас вот такой вот подобие замкового камня то есть это действительно окно окно людям которым метровой толщины этот диаметр метр вот я нахожусь здесь такая тишина как всегда вырезано сначала устанавливали стену потом вырезали это здесь вот что вот здесь снят угол выше чем это не составляло труда метровый блоком вырезать это было раз плюнуть для творцов таких сооружений о чем мы говорим это какие-то 20-30 метров на метр толщиной на десятки метров диаметром сооружение арки легко это зубилом лотком до лотом видно меня я надеюсь здесь внизу вот это все арочные конструкции конструкции они сюда продолжаются я уже спускался эту галерею обязательно смотрите у меня на видео приходится наверное собирать потом большой отдельный фильм но он получится не меньше чем на полтора часа потому что за час здесь ничего не покажешь я здесь хожу уже три три где-то часа и посмотрел наверное он посмотрел всего лишь извините всего лишь небольшую площадь сейчас буду вылезать из этих вот вот я вылез а на самом деле если сохранять злить за безопасностью все в порядке мы сейчас с вами движемся фух я не тоже там запыхался от красоты от дух захватывает мы сейчас с вами движемся дальше вдоль посмотрим еще несколько объектов потому что интереснейшие места здесь у нас конечно находятся пойдемте друзья оставляем грандиозные грандиозные арочную конструкцию понятно что это вот она конструкция либры да все это остается гигантическое теперь пообъяснимо объясним весь этот гигантизм единственное необъяснимо откуда здесь здесь был фасад фасад остался по сути только вот эта часть фасада вот это нижняя часть и немного где такое где вот верхней части фасада у нас уцелела вся стена сзади она позади она либо разобрана либо она у меня такое подозрение что она засыпана вот здесь тоже самое все это у нас верхний уровень а на нижнем уровне здесь вообще все капитально засыпаны и переделано внутри уже спасли переделки перестройки тройная колонна необычная очень посмотрите форма а двойная колонна до заяского тройная нет как бы двойная колонна а тут выточить не успели а нет не вытащить то так остаться должно было быть уже да мы зря и вот видите и на старуха бывает проруха придумывая что-нибудь ну сходу я просто выдвигая версии вы меня строго не судите потому что мне действительно нужно понимать для себя в том числе когда ты сходу смотришь и определяешь выбираешь тут конечно думаешь какой лучше выбрать вариант и не факт что первый вариант оказывается правильным мы движемся вот заложенные помещения они их уже просто использовали красиво очень все вот это вот эти все украшения вот как это проходило вот видите какие украшения как-то все изначально было либо что сейчас стало и огромные огромные засыпы если мы подойдем обязательно странно что тут все это храмами не называют вот кто тоже классное помещение вот сюда мы с вами спускались вот в этой части в части либры а в части селевки еще еще не были вот она идет туда сплавно вниз 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 тут уже протекала река тут у нас дальше и крепостные стены и сказали бы наверное храм странно что не назвали храма сейчас посмотрим может храма из какого-то странного искусственного камня одна гигантическая цивилизация другая гигантическая цивилизация что скажете ну а что тут можно сказать мощнейшее сооружение из мощнейших блоков чудовищно это все засыпало совершенный бетон с песком тут вот такой же и вкраплено вне в него мрамор тут глаз увиден блоки туда они к низу еще валятся а вон у нас строение либры либры я теперь различаю либры селевки для себя блоки искусственный материал я сейчас это вам покажу ребята так грустно мощнейшие арки и бесконечное количество переработанного материала они огромные были эти помещения и вот так вот падали просто эти блоки это было искусственное вот она видите сначала создавали такую стандартную видимо прямоугольную форму а потом из нее уже делали да это вообще шикарным обязательно сюда зайдем с подземными помещениями этот либры огромные арочные подземные помещения из камня мощнейшие сооружения из мощнейших блоков блоки эти у нас просто видимо волна потому что море с той стороны шла и она их просто сносила поэтому они попадали вот я хожу сколько тут глаз виден блоки туда они к низу еще валятся блоки очень большие блоки вот вот моих рук не хватает вот так вот их обхватывать метр примерно метр примерно у нас они толщиной некоторые поменьше и вот такой вот такие вот стандарты даже тут не даже не обхватить даже больше из какого-то странного искусственного камня город либры на видимо на руинах или на основе которого построили еще и город город селивкию с подземными помещениями этот либры огромные арочные подземные помещения из камня совершенно до сих пор безопасны потому что там вообще ничего не произошло им ничего не стало ника их только засыпало занесло вот этим грунтом плотным но никак не не спуну ничего не испортила не нарушила пойдемте вот поэт вот этой галереи замечательной потому что это одно из самых интересных мест которые мне очень нравится до гигантическая до гигантическая одна гигантическая цивилизация другая гигантическая цивилизация блоки искусственный материал я сейчас это вам покажу в совершенно классном бесподобном месте вот не здесь это вообще шикарным обязательно сюда зайдем я хочу про другое просто смотрите вот они падали просто стенами вот они штабелями у нас валились эти блоки вот они заброшены они просто неслись помещения были невероятного размера они огромные были эти помещения и вот так вот падали просто эти блоки вот 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 реально вот валились они блоки огромные а нам интересно другое смотрите внимательно что скажете ну а что тут можно сказать что из этого еще можно добавить это больше метра шириной примерно метр диаметром база колонны все в ней хорошо в этой базе колонны только она создана из искусственного материала совершенный бетон с песком тут вот такой же и вкраплено в нее в него мрамор вот видите что творилось вы видите что происходило то есть как будто реконструкция произошла бетонная люди творцы огромного города селевкия уже реконструировали я в шоке такого я никогда не встречал они уже реконструировали вы посмотрите внимательно эту колонну то есть вот древний я почему показал вам либры что вот было было цивилизация либры вот она вот она осталась от либры полукруги полукруги там он немножко решили мы их найдем мы поищем вот эти блоки все это уже бетонные это уже не либры это уже другое это это селевки да да вот ну как нам официально по крайней мере заявляется и вот они восстанавливали вот они брали а этой серии все было разрушено конечно мои люди культурные мы восстановим их гигантизме и в качестве увидите никаких реставратор здесь не было понятно тут никто ничего не копал все это вот в таком вот виде в таком состоянии находится чудовищное разрушение чудовищный масштаб фон арки мосты все это вот видите видите что здесь вообще происходило я не знаю что здесь видимо это мост вообще через век может река когда-то текла а нет это те арочные конструкции это дом арочный ребята так грустно здесь текла река потом поможет мост через реку все-таки нет все-таки наверно зря я погорячился это мост через реку ну ладно здесь вот видите все горело это нынешним летом к сожалению горело а вон у нас строение либре либре я теперь различаю либре селевки для себя потому что либре это закругление до обработка селевки это это уже вот квадратные такие не квадратные это прямоугольные блоки квадратных эти сказал и вот весь весь засып вот все как засыпала чудовищно это все засыпала ох тышь я поднимаюсь поэтому засыпу вы видите это тоже вместе со мной 5 искусственных материальных похоже на известняк масштаб к мох колон вообще огромное все это брошено вот такие вот мощнейшие арки и бесконечное количество переработанного материала я сейчас покажу искусственность этих строений чтобы уже закрыть тему что вот это было искусственное вот она видите сначала создавали такую стандартную видимо прямоугольную форму а потом из нее уже делали материал немножко разный но кстати но здесь понятно что лучше сохранился хоть эрозия была вот что это такое и когда начнут говорить про не искусственный камень не верьте таким людям вот да оригинальный материал конечно будет вот это все это чисто искусственное я возвращаюсь и мы с вами пойдем вот сюда вот в эту огромную галерею дорогие друзья в первой части о этом удивительном месте либре или лирбе в разных вариантах до античный город точнее я бы сказал что это все таки не город а это действительно просто дворец сегодня мы увидим вторую часть мы обойдем я сейчас вот вы видите эту сторону мы обойдем на противоположную общий периметр если начертить это примерно получается почти квадрат ну такой условный приближающийся прямоугольник форме квадрата точно я не измерял но примерно 30 40 30 на 40 метров вот общее состояние этого здания она практически полностью засыпана вы сейчас эти подробности увидите дальше и я жду от вас как всегда тех замечательных комментариев потому что многие из вас не просто ставят лайк спасибо вам большое за этот лайк но пишут макс вот мое мнение вот это вот это или же какие-то интересные вопросы или уточняющие вопросы либо дополнение вот такие вот классные дополнения что же это а кроме того мы с вами еще залезем в подземелье потому что под этим дворцом сохранились почти засыпанный но подземные сейчас подземная тогда видимо еще не подземные залы в один из них мы проникнем и так погнали вот как бы тоже классное помещение вот сюда мы с вами спускались вот в этой части в части либры на в части селевки еще еще не были вот она идет туда сплавно вниз 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 друзья здесь у нас представлено я все еще нахожусь вот здесь вот в центре на так называемое горе здесь у нас представлено две очень интересных технологий с одной стороны у нас идет вот такая вот технология таких мощных хороших хотел сказать чуть не сказал бетонных блоков они невероятно похожи на бетонные блоков как всегда расцвет в эпоху эллинизма все больше ничего не сказано что только было достигло то есть город в период расцвел в эпоху эллинизма это все совсем не так ребята да не мы сейчас подтвердим с вами вот это гигантизм я обязательно к нему еще вернусь потом идет арка то есть это видимо селевкийская наследие селевкидов как раз я предполагаю размер вы видите пространство видите какая-то мощь плюс это все конечно во всю не доделано еще а дальше у нас тут арка и и закладывали закладывают колонны вот что тут только тут все на самом деле завалившийся видимо какой-то может камень убрали нас задать пока спуститься вниз но здесь вот была явно арка здесь дальше разрушалась вот эти подземные части они там есть я уверен просто они уже засыпаны и мы сейчас не найдем я думаю что брали а дальше у нас идет мощнейшие невероятно интересное основание это основание у нас идет от либры она практически все покрыто засыпано она уже полностью занесено вот да это не фундамент потому что слишком уж он красив верхние блоки просто были блоками а нижние вот так вот пытались имитировать это вот цивилизация которая создавала либо хотя бы название города а потом даже смотрите внимательно хопа же нынешний они взяли они начали срезать они взяли и вот смотрите как сода тут как-то не туда решили а да может не туда пошли срезать ребята нормально так пилили до пили 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 не не туда уперлись ниже надо некрасиво это будет красивая вот так вот вот все вот вот это показательно вот это либо то что восстанавливали вот до сих примерно да вот так вот еще шло вот здесь уже где-то блоки меняются мне очень нравится первый раз такое вижу как красота даже можно сфотографироваться очень красиво деревянный срубик да только огромный и не деревянный ладно наверху там доделки понятно это уже совсем на них мы внимание обращаем у нас две крупных принципиально разных технологий может кто-то сказать что да нет это вы делали так посмотрите внимательно все такого нигде больше не встречал в античности это факт имитации деревянных срубов да вот эта имитация она лежит только в нижних частях у нас здесь вот она на самой нижней части то есть это первозданный либре тот самый либре внутри находится огромное подземное помещение тоже полузасыпанное туда я спускался обязательно приложу видео и смотрите внимательно ощутим себя человека муравьем попробуем залезть вот в этот муравейник обращу ваше внимание обращу ваше внимание на две особенности архитектуры видите первое как будто имитации закругление полукруглые было такие легкое закругление блоков при этом все то что осталось от либре а потом уже вырезали то что стало силе в кей так что здесь у нас здесь у нас огромный арочный свод засыпанный ну что будем смотреть что там давайте посмотрим так ох грехи наши тяжкие лезу я здесь еле-еле на самом деле ты не боишься говорю вообще не быть ведь вот уж что выдержала тысячи лет так это вот это выдержала тысячи лет понятно засыпанное уничтоженные однако от была одна цивилизация сейчас я вам покажу я все это уже вижу фонариком подсвечу а вы увидите и вы тоже так фонарик фонарик в руке его горит маленький фонарик смотрим внимательно блоки потолка которые созданы вот вот она стена у нашла вот она сочленение подтверждение что вот вот видно да когда спускаешься вот они сняты фасочки видите вот у меня двумя вот они вот 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 я потом видимо так как держать надо держать как ты фонарик и телефон и фотографировать и показывать что ж такое да сейчас я пристроюсь ребят хоть в зубы бери вот так вот 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 так вот так там не видно до конца но блоки мощные мощные они чуть разошлись сказать что между ними прям сочленение нет но тут еще фасочки сняты на потолке вот смотрите внимательно вот видите видите вот она так я не фотографирую и это конечно только начало это купольный свод вот он прекрасный купольный свод дальше у нас идет привычная нам тут все уже тут явно вода стояла поэтому а тут даже что-то выдолблено интересно как интересно конечно выдолблено видите как интересно да смотрите внимательно это была дверь она завалена заложена вот но это была это была дверь потому что вот она видна вот она продолжается привычная нам мы в ленобласти такое повсеместно видимо говорим о усадьбы засыпаны ребят тут засыпаны огромные помещения вот они потом уже были до заложены вот это уже до закладывали позднее но тут тут то вот теперь эти тут то вообще шикарно видно да вот такое вот удивительно не знаю хорошо меня видно нет нам невероятно повезло мы спустились с вами это не ступени вот это вот как будто окно на самом деле это дверь продолжается в засыпанную вот видите здесь засыпанная часть огромного помещения из каменных блоков совершенно целостного помещения она была когда-то на поверхности сейчас я буду вот сюда вот назад вылезать вы видите как здесь какой великолепный здесь потолок смотрите внимательно из огромных мощных блоков совершенно совершенно не боюсь потому что настолько качественно он сделан да вот виде это еды и сейчас засыпано поэтому я так вот вынужден вылезать ох вместе со мной пролезли извините показываю подробности вот такого плана там как лезу вылезает но больше никак не пояснить вообще не мастап не процессы которые тут как-то вот проходит вы не потому что не поймете а как ты еще должен изобразить очень круто остается у меня за спиной вот этот объект мы сейчас обязательно с вами пройдемся вон там даже видны увидите засыпанные арки сплошь вот это все засыпала вон она это все здесь сплошь засыпала искусственные блоки их уже в создатели творцы вот этого гигантизма они они уже реставрировали за какой-то другой цивилизации сейчас мы это посмотрим пойдемте так вот часу тут аккурастенько аккурастенько вот хоп удается а вот одно из понятно одно из таких вот показательных очень помещений в каком плане показательных то есть 2 2 контрастных вот верхняя часть и нижняя часть они сильно контрастирует причем таких вот форм несколько дутловатых я не встречал больше нигде в этом плане селевке и либре место уникальное хотел рассказать про селевка не которая а получилось в итоге рассказываю про вот эту архитектуру гигантов ну потому что здесь невозможно не восхищаться и сейчас мы с вами немножко пройдем так там у нас что у нас бани я вижу некрополь понятно на церковь понятно а хану городские ворота уже прошли храм туда куда-то храну он ой ну конечно храм храм вот я и сказал точно зовут храмом то что логично это назвать по типологии вроде как такой мощный красивый небольшой очень похож на храм афины антиохийской о котором я уже выложил небольшое видео сейчас вы увидите примерно как это он выглядело пойдемте посмотрим очередное здание архитектуры гигантов иногда кстати по мере того как я удаляюсь ребята меня пропадает с микрофоном связь поэтому вы извините что иногда будет пропадать звук для кого вот эти двери тут кстати ступени до сих пор нет они я думаю что они были запланированы просто здание еще как будто продолжалось я не знаю видимо разобрали я так понимаю вот для кого эти двери вот мой рост здесь за 4 метра надо приближается к пяти метрам высота двери понятно центральные двери они они для богов следующие тоже дверь она точно также вот просто в пропорции большой ведь видится именно на расстоянии здесь это не нам с вами сюда ходить здесь ходить богам вот они размеры архитектура гигантов а следующие двери будут для нас я сейчас вот так вот обойду вот он я обошел я надеюсь звук есть вот эта дверь уже она обычная наших 230 как раз примерно до нормальная такая дверь ну и серии вы то люди вы заходите вот вот богу богового кесури кесарева человеку человеческое вот примерно так это работало объяснить по-другому это не могу да можно сказать эти двери для знати я уверен такие будут объяснения официальные а вот эти боковые двери для прислуги у архитектуры должна быть в том числе и целесообразность мы вы почему восхищаемся мы говорим боже мой нас это все восхищает потому что с одной стороны архитектура гигантов она огромна может гигантизм с другой стороны наша деворальна но что она совершенно вообще не утилита утилитарную функцию не носит то есть функцию практическую функцию жизненную просто подчеркнуть величие я построю двери не которые будут пропускать много всякого воздуха теплого холодного и всякого чтобы это только подчеркиваю мое величие не знаю если так это работает конечно дворцы например цари и наши российские или там в российской империи султаны императоры разных стран правители точно также создавали дворцы вроде как подчеркивающие величие но дистанция между тогда и сейчас между людьми было очень большой я имею ввиду между допустим царями в российской империи и простым людям здесь же люди то жили напрямую общались и цезарь ты гулял спокойно по риму и попробуй то объясни что вот это должно твое величие подчеркивать да говорят это сознание людей такое было что люди вот они так воспринимали такие вот эти одни бедные другие богаты что это все нормально не знаю как люди воспринимая как человеку объяснить что ему ничего есть вот создали такое огромное посидеть у подножия двери богов все-таки пиранези который изображает разных людей больших и маленьких людей вся тема гигантов вся тема в библии в библии же постоянно тоже сказано шли народы и они боролись воевали с гигантами циклопические постройки пришел термин циклопы огромный до гиганты строили первые все все античные мифы говорят нам о гигантах гильгамеша и энкиду его полу человека полу животного кстати тоже какой-то промежуточный вид он был действительно полу человек полу животное считалось вот это его друг энкиду так вот гильгамеш у нас шумерских мифов он держит вот тут вот он держит льва не львенка льва у него лев голова как у самого гильгамеша то есть вот понимаете лев да он такая голова ну какие размеры и лев у него где-то вот тут вот болтается от силы до колена данного держит вот так вот этого не дни львенка льва там грива большая не маленький львенок львенка бы изобразили по-другому огромных гигантов изображали не случайно пропорции высоких богов маленьких людей рядом мы видели в музее бурдур ладно я увлекся пойдемте дальше потому что селевки нужно успеть конечно нам посмотреть ну вы поняли вот я уже да здесь есть кстати здесь обратить внимание хотел еще на два этажа вот здесь здание вот это полукруг она обрамляет следующее здание возможно внутри перестроена она была но там полукруг виден что полноценный следующее здание еще не знаю что там внутри сейчас будем смотреть и обратим на это внимание пойдемте друзья и нам надо еще заглянуть тут я увидел какой-то подземный ход не хочется может быть подземный ход какой-то туннель мне хочется через дверь богов пойдемте посмотрим надпись указывает что здесь вот у нас находится храм боги путешествовали по своим водителям а дальше у нас вот что происходило храму там афины храм афродиты храм в основном зевса геркулеса храм если больше традиционно называют как раз античными храмами однозначно есть подземные помещения они полностью засыпаны мы поднимемся сейчас по человеческим ступеням и вот мы находимся в святая святых в античном храме вот и вот она подземное помещение проблем даже пиранези писал что лестница лестницы отсутствует вот его машина и срезала она не было засыпано не было разрушено вот где стою сейчас я это база колонн смотрите внимательно и вон они туда идут вон они туда уходят он нам четко дает понять что и существует подземная часть сейчас опять я до слез потому что я так ждал подтверждение этому вы увидите обязательно тут очень удивительная конструкция ворот в храме есть подземные помещения чего крайне необычные вещи масоны говорили что там получали знания в этот вход вот здесь ступени изначально не было это удивительная вещь места где жили боги объявлялись храмы что логично не только здесь больше нигде такого не сначала кроме шуток будете смеяться здесь части она уцелела вот они туда ходы там нашел это у пиранези подтверждение это не ставили потом спокойно вырезали а потому что потому что это так есть ребят вот эти плиты они огромные мощных никаких надписей внятных нет спуск в подземную часть эрих фон деникин исследователь немецкий один из первых альтернативных историков здесь жили боги надпись указывает что здесь вот у нас находится храм странно что не дали ему сразу название не объявили каким-то храмом потому что обычно у нас сразу объявляют вот храм там афины храмов родит и храм в основном зевса геркулеса храм если большой у на логика просто такая у тех кто объявляет это храмами и присваивать название так называемым мы движемся к храму к этому так называемому храму он у нас он у нас называется у нас вот имеет такую площадку площадка тоже почти вся уже завалена кстати в храме всех собрал в храме афины антиохийской у нас нет никаких колонн здесь хотя бы у нас находятся колонны вот они стоят у нас вот они например продолжались эти колонны вот они стояли здесь в основании храма потому что здесь предполагал что должны были быть ступеньки хотя я вам вам вас уверяю подземные части у храма еще очень большие значимые они проходили вверх и как правило в таких храмах во многих из них в подземные части еще находятся они уже почти везде закрыты забетонированы они везде у нас уже закрыты полностью забетонированы и реставраторами и даже в древние времена их закладывали но есть храмы несколько вот храмов например один из них храм опять же храм зевса назван буш там только один барельеф найден у зевса в есть как раз здесь на территории анатолии в малой азии в местечке айзаной может быть если повезет очень далеко но мы туда может быть попадем а мы давайте поднимемся и посмотрим что же там происходит как выглядит с вами сейчас находимся там помещение и сооружение которое традиционно называют как раз античными храмами греческими храмами тогда мы можем относить что-то все-таки времен селевкидов помещение место ну храмы все объявлялось храмами места где жили боги объявлялись храмы что логично причем похоже то в прямом смысле речь идет о том что жили боги мы поднимемся сейчас по человеческим ступеням на самом деле давно очень проблем даже пиранезе писал что лестница лестницы отсутствует вот этих помещений поднимаемся такая не пойдем по ступеням дорога храма что просто обзор был гораздо лучше вот эти представленные маленькие лестницы по которым я поднимался она они именно приставлены а изначально вот здесь вот стояли колонны вот где стою сейчас я это базы колон колонны колонны они вот брошены сейчас здесь и что дальше происходило у пиранезе я не храм геркулеса показывал он нам четко дает понять что и существует подземная часть потому что вот эти сейчас ворота вход храм вот такие высокие они тоже стандартные как там вот эти ворота сушить их я думал это реставрация нет это не реставрация вы увидите обязательно тут очень удивительная конструкция ворот здесь я решил сначала что это вставка блоков что это реставраторы сделали нет это казалось не реставраторы сделали это удивительная вещь точно такое что-то похожее есть только здесь больше нигде такого не сначала вот в этом здании также у входа смотрите внимательно это какие-то явно здесь что-то креплялась закреплялась декоративная потому что конечно храм просто блоки ставили потом их выравнивали шлифовали циклевали вот так вот прям на стене спокойно срезали вот это же все понимаете шла машины и срезала шла машины шлифовала только так можно достигнуть такого такого качества а дальше у нас вот что происходило это уже мрамор добавляли здесь и из мрамора вот тут да тут наверно какие-то украшения добавлялась первый раз там встречал такое необычно очень здесь тоже встречал крайне необычные вещи мы помним храм вот ставили сначала блоки потом их сразу все шлифовали здесь вероятнее всего все это было облицовано да и все это было облицовано мравро но неважно в этот вход вот здесь ступени изначально не было плит вот этих не было это потом стали добавлять когда стали объявлять эти места храмом а в них есть еще большие были подземные сооружения кроме шуток будете смеяться здесь части она уцелела та версия я нигде не больше не встречал я сам к ней пришел что под землю ну через пиран как нигде ничего конечно пиранези нам указал но я параллельно я не перед этим это увидел и потом нашел это у пиранези подтверждение здесь есть подземная часть спуск в подземную часть но она но он как всегда конечно завален есть в турции храм где этот спуск все эти спуски еще открыты и вход туда найден то есть вот эти плиты они огромные мощные да все это хорошо но ступеньки представлялись и вот это тоже колонны должны были уходить дальше и вот это основание тоже доделывалось друзья пойдемте в храм потому что очень интересно посмотреть что у нас там все таки находится и вот мы находимся в святой святых в античном храме куда нас многие века назад наверное бы никто не пустил не позволил пройти потом до закладывали ну странно что это потом в церковь не превратили не знаю по какой причине вот засыпан он был похоже вот это все светлое говорит о том что это было засыпано деревья растут вот такой вот вид здесь и обратим внимание в храме есть подземные помещения однозначно есть подземные помещения они полностью засыпаны помните о чем я рассказывал вам когда мы стояли в храме вон они туда идут вон эти туда уходят все это не технические помещения поверьте масоны говорили что там получали знания что там нужно получать знания аллилуйя это мне так сказать такой намек на то что максик нужно ехать вайзаной вайзаной это помещение полностью открыто оно не было засыпано не было разрушено сейчас опять я до слез потому что я так ждал подтверждение этому потому что когда ты приходишь сам к чему-то эврикой своей но думаешь ну вдруг это ты все-таки себе придумал вдруг все таки это не так нет это так вот и но вот она подземное помещение ну вот она вот он вход вот они туда ходы стены и там под храмами храмы античные строили на месте еще более древних сооружений к чему я это говорю вот у нас как сочиняли вот они ставили потом спокойно вырезали им ничего не стоило вырезать это все на стене но он угол видите вырезали все и спокойненько все это они осуществляли потрясает меня искренне радует что мы нашли подтверждение тому о чем я говорю не потому что я прав а потому что а потому что потому что это так есть ребят здорово что найден просто храм надписи просто храм они наконец-то не стали что придумал что никаких надписи внятных нет но найдут какую-то статую похожую на или там элемент статы найдут палец и говорят это геракл я встречал такие храмы это по это здесь жили боги это места эрик фон деникин исследователь немецкий один из первых альтернативных историков он как раз нам предполагает какой вариант я пока буду тихонько собирать скоро мне уже двигаться дальше и вам рассказывать он предполагает какой вариант что предложил давно предложил я когда еще альтернативной историей не увлекался но встретил в одессе купил книгу или мне вру мне наверное подарили книгу не помню в общем но я приобрел тогда там в те годы уже альтернативное всякое движение тоже но шо развивалась это был давным-давно в начале самом двухтысячных это элемент необычный так вот он говорит что боги путешествовали по своим водителям и и держали небольшие дворцы для себя дворцы и в этих дворцах они останавливались поэтому там место где останавливались боги и называли правильно чем называть такое место храмом такое место называть друзья вот одно из ярких самых необычных мест признаюсь до всеми сети античные места конечно меня восхищают восхищают восхистили и селевки селевки оставила здесь у нас оставляет элемент недосказанности значительной недосказанности архитектурной потому что вот например эти элементы колонн они не доделаны вот здесь вы подмазали немножко реставратор но не более здесь сделаны заготовочки вот прочерчены то есть готовили хотели сделать то что некоторые колонны успели доделать но здесь вот они не доделаны и также брошены здесь перед нами идет идут ступени явно это ступени оригинальные мы видим здесь что-то выдрали вот здесь вот было какое-то сооружение какой-то или другой вход был совершенно потому что ступени причем они такое ощущение что они из искусственного материала вот я здесь стою и поднимаюсь и дальше это у нас по сути это окно не дверь потому что маленькая и он на уровне она находится на уровне окон всего всех вот других соседних зданий трансформации и плиты здесь уже гораздо меньше и помещение вот вы видите я здесь надеюсь меня хорошо слышно рядышком здесь пилят лес после катастрофы очередной природный пожар здесь уничтожал вот я стою мой рост 168 и это дверь для карликов не очень совсем для невысоких людей то есть если допустим все равно же дверь должна быть значительно выше чтобы человек метр восемьдесят он уже здесь не прыгал будет загибаться нагибаться ему придется вот эта дверь понятно что она никак не соотносится с той архитектурой гигантов почему потому что это было окно вот потому она никак не соотносится объяснить чуарчик просто открывается здесь дальше уже здание полностью засыпано реально накрыто я надеюсь меня слышно connect есть у меня с микрофоном я надеюсь что слышно туда мы обязательно нам нужно обойти посмотреть понять потому что наша задача понять почему перестроили это здание здание как-то вот здесь есть некоторое похоже что здесь что-то было потому что вот эти вот элементы вот этот вот вход вот справа и слева как будто здесь вход был но был ли это вход вот так вот по ступеням то что ступеньки очень жиденько если честно выглядит да вы видите они даже в цвете контрастируют то есть карлики переделывали потом все под себя после гигантов ну когда мы говорим карлики назовем можно говорить спокойно называть это нас и и людьми люди до портик площадь украшал обязательно портик это колонны вот так вот они здесь возвышались шли по периметру невероятно красивое интересное место пойдемте дальше исследовать там нечего внутри там малюсенькие помещения из-за бутовки и все смотреть там ничего что было здесь изначально в них ну скажут нам торговые лавки вот вроде как в агоре торговая площадь это были магазины может быть делайте сами выводы какие хотите пойдемте туда 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 я предлагаю посмотреть везде ощутим себя человека муравьем попробуем залезть вот в этот муравейник обращу ваше внимание обращу ваше внимание на две особенности архитектуры видите первое как будто имитации закругление полукруглые было такие легкое закругление блоков при этим все то что осталось от либры а потом уже вырезали то что стало селевки и либо я вам сказал что это был древний город который ну селевка основал селевки он понятно что он тут не основывал он пришел сюда здесь уже что-то было на мы сейчас с вами спускаемся вот сюда это конечно запредельный запредел безобразное безобразие в самом лучшем смысле в том плане что такое создать это я прыгаю но высота то здесь немыслимой ребят тут просто попробуем зайти в некоторые подземелья и вот покажу вам сейчас просто огромнейшее количество этих блоков многие из них они реально искусственные я покажу сейчас вам на примере некоторых моментов что это искусственные блоки их уже в создатели творцы вот этого гигантизма они они уже реставрировали за какой-то другой цивилизации сейчас мы это посмотрим пойдемте так вот часу тут аккуратненько аккуратненько вот хоп удается а вот одно из понятно одно из таких вот показательных очень помещений в каком плане показательных ладно вверху там доделки понятно это уже совсем на них мы внимание обращаем у нас две крупных принципиально разных технологий может кто-то сказать что да нет это делали так посмотрите внимательно все такого нигде больше не встречал в античности это факт имитации деревянных срубов да вот эта имитация она лежит только в нижних частях у нас здесь вот она на самой нижней части то есть это первозданные либре тот самый либре я не владею информация либре потому что они толком ничего нет ну там жили там как всегда рассвет в эпоху эллинизма все больше ничего не сказано что только было достичь то есть город в период расцвел в эпоху эллинизма это все совсем не так ребята да не мы сейчас подтвердим с вами этот гигантизм я обязательно к нему еще вернусь наша задача пока спуститься вниз вот здесь вот была явно арка здесь дальше разрушалась вот эти подземные части они там есть я уверен просто они уже засыпаны и мы их сейчас не найдем вот да это не фундамент то что слишком уж он красив верхние блоки просто были блоками а нижние вот так вот пытались имитировать это вот цивилизация которая создавала либре хотя бы название города стать а потом даже смотрите внимательно хоп уже нынешний они взяли они начали срезать они взяли и вот смотрите как с вода тут как-то не туда решили а да может не туда пошли срезать ребята нормально так пилили до не не туда уперлись ниже надо некрасиво это будет красивая вот так вот вот все вот вот это показательно так что здесь у нас здесь у нас огромный арочный свод засыпанный ну что будем смотреть что там давайте посмотрим так ух грехи наши тяжкие лезу я здесь еле-еле на самом деле ты не боишься говорю вообще не мы ведь вот уж что выдержала тысячи лет так это вот это выдержала тысячи лет понятно засыпанные уничтоженные однако от была одна цивилизация сейчас я вам покажу я все это уже вижу фонариком подсвечу а вы и увидите и вы тоже так фонарик фонарик в руке его горит маленький фонарик смотрим внимательно блоки потолка которые созданы вот вот она стена нашла вот она сочленение подтверждение что вот вот видно да когда спускаешься вот они сняты фасочки видите вот мне двумя вот они вот 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 я потом видимо так как держать надо держать как ты фонарик и телефон и фотографировать и показывать что ж такое то сейчас я пристроюсь ребят хоть в зубы берег так вот 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 так вот так там не видно до конца на блоки мощные мощные они чуть разошлись сказать что между ними прям сочленение нет но тут еще фасочки сняты на потолке вот посмотрите внимательно вот видите видите вот оно так я не фотографирую и это конечно только начало это купольный свод вот он прекрасный купольный свод дальше у нас идет привычная нам тут все уже тут явно вода стояла поэтому а тут даже что-то выдолблено интересно как интересно конечно выдолблено видите как интересно да смотрите внимательно это была дверь она завалена заложена вот но это была это была дверь потому что вот она видна вот она продолжается привычная нам мы в ленобласти такое повсеместно видимо говорим о усадьбы засыпаны ребят тут засыпаны огромные помещения вот они потом уже были до заложены вот это уже до закладывали позднее но тут тут то вот все теперь эти тут то вот все вообще шикарно видно да вот такое вот удивительно одно из показательных мест это мир место мира после катастрофы то что в нынешней зимней античной экспедиции я исследую казалось бы ничего не предвещает на самом деле предвещает это все под засыпанные сооружения засыпаны уже многократно две катастрофы прошло что-то разрушила у нас либре что-то разрушила седе и что-то разрушила уже вот этот вот античный поздний античный город мир после катастрофы восстанавливался как мог или точнее как не мог не могли уже создавать больше такие огромные блоки поэтому лепили из камня стало много раствора вдруг то есть видимо принесло что-то этот раствор я сейчас спускаю сюда здесь не поверите есть еще отсюда вот так с вода не видно но здесь есть еще и подземные помещения что все это многократно занесено но здесь у нас очередная галерея я не думаю что она сильно большая я думаю большинство галерей нам по большей части на уже засыпаны вот практически просто искусственные огромные искусственные блоки создавались я вообще глубоко впечатлен вот масштаб этих блоков вот вы видите и они снаружи еще и что внутри то есть они еще и штукатурены видим здесь некоторые еще будем встречать периодически вот такие вот древние античные элементы а мы сейчас сюда ну вот кстати я хотел показать очень вам как из чего собраны как выглядят вот эти блоки чтобы что некоторые меня наверное спросят вы все что это за материал что за камень вот все сами скажите ответить себе на вопрос что это за камень вот отгадывайте что это за камень искусственный камень реальное впечатление хорошего искусственного камня на растворе посмотрите внимательно вот не верите не верьте я высказываю предположение спорите спорте хотите что-то аргументировать да здесь примерно когда-то ставили балки потом уже я имею поздний кто пришел сюда византийцы и возьму или другие разные народ приходили восстанавливали и вот возрождали цивилизацию как могли здесь давайте спустимся посмотрим если возможность пройти туда в эти арки поглядим что там находится ага ого ну это вообще впечатляет и с этой стороны то она у нас почти вся засыпана а вот с противоположной а тут тоже вру здесь тоже закрыто на галереи и сейчас мы обязательно сделаем с вами фонарик возьмем и будем смотреть ага ну вот вот так вот эта галерея глубоко вот эту даже пытались копать что-то искали о ребят видите видите что засыпано да там видите там видите вот во все стороны вот здесь она точно также пытались пробивать уже видимо так спрессовался пол что-то искать копать дальше на закрыто потолок забутован высокий сейчас метра три все штукатуре на добросовестно старательно очень интересно красиво и трагично потому что все это засыпано да все это вот смотрите как у нас все это занесено вот она катастрофа вот она все это заносила круто круто но круто и трагично выходим на свет божий из чего спросите сделано вот верх из забутовки всякой плинфы но плинфы не керамической а такой из песчаника вот огромная арка да вот она помещение его уже закладывали его она была занесена подземное помещение то есть три-четыре метра засыпал спокойно есть плюс это три-четыре метра высоты туда ну шесть метров примерно засыпала город а это очень логично вот под хор храм он тоже у нас будет поверьте мне когда его откопают если его откопают вот он видите вот он храм вот если когда его откопают он там найдется спокойно вся эта шестиметровочка там обнаружится а там у нас огромная галерея тоже покрытая засыпанная по которой мы прошли здесь тоже своя галерея она уже из маленьких блоков она уже из подобия плинфы но строили пытались строить пытались возрождать пойдемте пойдемте посмотрим где-то здесь пишут акрополь акрополь это высшая точка в на акрополе обычно ничего не остается вот но подняться понять немножко есть времени я думаю что попробуем вот посмотрю еще на окно обойду кстати вот используют попытка использовать у нас был вторично антритично уже блоки здесь все разрушено небольшая часть сооружений антов осталось вот например да видно очень хорошо показательно граница вот этих вот вниз на впечатление что искусственных камней то что вот песчаник а вот не песчаник то может такой крупный специфика такого такая песчаника здешнего не могу сказать туда море здесь очень далеко не факт что он в море он уже на возвышении может быть а здесь некая постройка уходящая опять же на те же вот 6 метров уберем что если там 6 метров убрать но там правда там надо 6 метров убирать то есть это ровно у храма оказывается еще еще столько же что творится культурный не культурный шок жалко жалко потому что это трагедия цивилизации о которых мы почти ничего вот вот она эта трагедия цивилизации лежит это катастрофа лежит друзья и здесь вот была попытка или откапывать или что это катастрофа вон куда она во все стороны длится туда везде длится туда везде длится это все катастрофа это все это нам красиво интересно какая обработка у подземное сооружение нам в кайф и в драйв здесь это посмотреть все такое вот удовольствие а по факту все иначе бедные бедные создавать такое и потерять одному одномоментно не захватчики не жизнь прожить и достойно уйти а тебя просто смыло и засыпало и никто даже не помнит как тебя звали их тут вообще и как ты это создавал и ходят всякие фантазируют истину ищут убита перебита уничтожена уничтожена просто все чем выше тем чудовищные разрушения нижние на них то есть это шло через гору не в гору поднималась видимо шло через гору нижние как-то уцелели их просто занесло а вверху вообще все перемолотила вы видите как то цепи как все уничтожено нижние помещения просто засыпаны на шестерочку восьмерочку метров здесь вообще ничего нет тут только островы и камни камни это все биты это перемешанные античные камни которые и немножко керамики даже есть и самый город где меньше всего керамики я встречал вот и в анти античной керамики здесь не так много я хочу найти акрополь потому что акрополь самое высокое место там среди катастрофы карты меня немножко путает предлагает мне как странно идти странными дорогами ну ладно сейчас буду разбираться вот вы пока можете посмотреть эти пейзажи а пейзаж он такой пейзажик неоднозначный пейзаж с одной стороны у нас такие разрушения с другой стороны у нас а у меня вел вдоль ручья какой красивый был когда-то здесь стек ручей ребят сейчас покажу какие элементы с одной стороны вот он вот так вот обхватывал просто обнимал храм да вот это сооружение храмовая заметьте оно было так хорошо укреплено он его не подмывал да никак вот оно хорошо укреплено вот он мыл когда откопает я думаю вообще замыл как раз а с другой стороны у нас есть прекрасные арки сейчас эти деревья скоро уберут здесь работает бригады которые пилят уничтожают убирает вот они уничтожают уж я уничтожает убирают вот эти сгоревшие деревья потому что видимо на их место но чтоб они никому уже дальше не вредили потому что они погибли к сожалению другое место вот мост причем ручей потом нашелся дорогу такое изначально вот он тек вот так и вся эта красота представляете то есть это сейчас это вот вот так вот ручей тек а изначально его направление вот огромные блоки а им до сих пор ничего не стало они просто закреплены без всякого раствора вот вот идут бесконечные арки красивых мостиков вот такие вот загородные загородные дворцы до российских императоров вспоминается сразу вот мы с вами движемся к вот это акрополь разве они именуют не знаю ну а именно именуют они они для меня историки те кто назначает здесь ведь как назначили человека как это работает назначили человека дали ему открытый лист открытый лист это разрешение что ты вот можешь копать вот здесь а здесь и копать нельзя и ну да ведет дальше к акрополю и все и ты копаешь копаешь находишь доказываешь обосновываясь это утверждают утвердили назвали поставили таблички тебя вписали ты тут первый открыватель главный археолог руководитель и бла 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 это все очень здорово люди учатся люди много работают на эту тему но мы не знаем сейчас хотя бы методы стали не разрушающих раскопок потому что раньше чтобы докопаться до древних своев они просто это все византийской убирали вот стоит такое по-вашему искусственный камень или нет или морской говорите сами не знаю не могу сказать реально что это по-вашему такое друзья что это за материала вот смотрите и делайте выводы он ведь как вырезали тут стояли элементы до конца не докопаны двери здесь но это а потом уже плинфа керамической почти нет в основном да вот это все плинфа здесь глины нет здесь нет глины акрополь акрополь вот это все здание карты пишет что то есть принцип какой самая высокая . вроде как акрополем назовем но не знаю сейчас проверю по карте где я нахожусь карта моя не хочет переставляться да вроде как иду как акрополю помиловать сооружение тоже такие остаются у нас уже много понятных есть если переделок здесь они понятны так акрополь я боюсь что на акрополе осталась только одна площадка и больше там ничего и нет потому что чем выше тем больше разрушений мы видим ну да да что такое синий раскашлялся пытались копать те кто у нас занимался видимо с металлоискателем он сюда же в общем элементы здесь встречается все акрополь это вот такое просто высокое место где все разрушено здесь красиво очень место с видами потрясающими да вот он вот он ок окрополь тут чего доброго не удивлюсь подобие того того же строение который называют храмом стояла допуская вообще холм он как раз нам уже должен напрягать и указывать на то что здесь все засыпано ну да только что тут где тут как тут сознавали на никто не будет этого ничего тут искать добывать вот огромный в основании просто огромный примерно предпринимающийся к 4 метрам блок с разными формами и все все что у нас осталось да здесь было что-то такое же уже давно разобрано с верю с картой и обратите внимание просто камнем ну вон верху на крупы все понятно я и не сомневался что акрополь будет у нас что ж такое горой камней самое разрушенное место это акрополь на акрополе просто акрополь так дыхали на акрополе просто все текло вы видите что тут творится вот весь камень он вот такого состояния находится не пойми что вот это акрополь где строение где они должны быть где что все это уничтожено а сейчас еще и черное углубляется это прошел огонь да вот мы с вами акрополь вот вон там он наверху я туда не вижу смысла идти потому что ну что здесь все понятно здесь ничего уже не найти вот какой-то по тут вот лунный пиза совсем другой видимо тех кто скажет здесь что-то взорвалось или там формы потому что этого всего при странные да может быть может быть и правы странное место для акрополя вообще вообще выбрана я не понимаю вот что это тек раствор огромный масса раствора потому что больше нигде совершенно такая вот лысая гора странный пейзаж вот этот странный пейзаж акрополя все высшая точка несколько акрополей мы с вами прошли все ног в акрополе нет ничего . стоит акрополь а по факту здесь непонятны что такие вот токс и структуры вот они застывшие все то есть среди ну и дальше туда все бесконечно падала внизу ничего такого нет видимо вот отсюда видимо и брали делали да здесь вот поклонники всяких бетонных версий могут быть довольны потому что сильно похожи хотя и возможно это какой-то и природный материал но он больше нигде не встречается здесь вот и форму не такие при странные ну это такой природный тут вот бюджета лепили из него вот он вот он вот он античный бетон масса античного бетона которые просто переплавлены очень здорово повезло посетить посмотреть замечательный город селевкию не могу сказать что прям вот по себе потому что когда ты один я так обрадовался когда подошли жандармы это просто был они не на я им улыбались они даже сами не давали улыбаться не понимает что надо игру здра не здравствуйте здравствуйте все и я им что-то говорю они тоже на миху пытаясь катерик опыт глазами на меня смотрят то что видно что я прям так рад так рад их видеть и туши жандармов прям рад видеть и просто порадовался увидев вообще все людей потому что брошенный в горах город жалко это все так в таком состоянии Продолжение следует...